всем привет вы на канале коптер тайм и сегодня у нас очередной выпуск новостей но не в таком формате как вы привыкли его видеть сегодня мы решили подвести итоги 2021 года и отметить самые важные и крутые события в мире дронов а те кто досмотрит это видео до конца в конце ждет приятный сюрприз итак друзья давайте посмотрим на все вышедшие новинки в этом году и разберемся с вами какие до сих пор актуально а на какие особо не стоит обращать внимание итак поехали и первое что вышло в этом году это был диджай fpv комбо связки с motion контроллер год у нас начался с примечательной новинки 1 fpv дрона от компании диджай как говорится первый блин комом много кому дрон понравился и у него действительно есть масса фанатов том числе среди опытных пилотов из его плюсов можно отметить потрясающее качество передаваемого видео авто стабилизации возврат домой при потере сигнала или просадки батареи функция паузы при нажатии которой дрон стабилизируется практически из любого положения режим новичка и спорт для тех кто еще не умеет летать режимах акра максимальная скорость до 140 километров в час встроенная 4к 60 fps камера с возможностью управления наклоном интуитивно понятно управление джойстиком диджай motion контроллер и диджай не был бы диджай если бы не сделал свой симулятор полет но к сожалению как у любого дрона в процессе эксплуатации выявились некоторые минусы и первый довольно весомый минус это то что дрон довольно ломкий и трудный в ремонте некоторые сервисный центр отказываются ремонтировать его так как времени на ремонт требуется достаточно много на небольших скоростях пропеллера попадают в кадр он довольно тяжелый и вследствие этого очень инертный поэтому он не совсем подойдет для фристайла или гонок его стезя cinematic и в пи и съемки подробный обзор на данный дрон мы записали еще весной те кто пропустил данное видео ссылочку на него мы оставляем в описании а мы продолжаем какая добрая передача у нас вслед за диджай впв на рынке появилась очень интересная модель дрона диджай air 2s чем же по-прежнему примечателен этот дрон он имеет 1 дюймовую матрицу возможность записи 5 и 4к датчики столкновения с четырех сторон и работающие с режимом оплета препятствий опас 40 улучшенный передача сигнал окусинг 3 0 который позволяет передавать видео на расстояние до 12 километров новый интеллектуальный полетный режим master shots выбирайте объект дрон сам рассчитывает расстояние до него и сделать несколько кадров с различных ракурсов и соберет из этого небольшой виде сюжет модуль adsb позволяющий видеть пролетающие рядом суда и расстояние до них помимо этого есть еще режима spotlight 2.0 active track 4.0 и point of interest 3.0 время полета до 31 минуты из минусов можно сказать что у данного дрона было самое высокое количество брака особенно первых партиях поэтому настоятельно не советуем покупать такие дроны на сером рынке без гарантии и с особым вниманием покупать был модель так как дрон диджай r2s был назван убийцей мавика 2 pro мы его сравнили сделали об этом подробное видео и также оставляем ссылочку в описании так как мини 2 стал достаточно популярным за последнее время диджай решил выпустить ультра бюджетная модель данного дрона под названием мини с и и сейчас мы о ней кратенько расскажем довольно внезапно вышел самый доступный квадрокоптер джами не с и среди профессионалов модель не вызвала особого интереса а вот среди начинающих и как подарок вызывает хороший спрос если кто пропустил коротко расскажем о его характеристиках это все тот же компактный дрон весом 249 грамм который помещается в кармане время полета до 31 минуты съемка видео 2 и 7 к точное зависание по gps автовозврат по разряд батареи или потери сигнала возможность зарядки от powerbank передачи сигнала до двух километров удобный видеоредактор автоматические режимы дроне rocket и другие из минусов можно подчеркнуть что съемка видео при нынешних реалиях всего 2 и 7 к хотя большинство дронов остальных уже снимает в 4 к дальность полета в россии особенно в условиях большого количества помех может значительно снижаться от заявленных производителем мы также записывали тесты данного дрона и ссылочку оставляем в описании под этим видео но при его цене начинающейся с 27 тысяч рублей это вполне достойный дрон для того чтобы начать летать и снимать потрясающие фото и видео поговорили с вами про дрона и теперь поговорим про другие продукты джай в частности про dj osmo mobile 5 и про ronin 4d в сентябре компания джай выпустила очередной стабилизатор смартфона osmo mobile 5 в этот раз название сократили до простого om5 из нового стабилизаторе встроен штатив и можно снимать себя на большем расстоянии чем вытянутая рука а актив трек 4.0 позволяет более точно отслеживать и направлять камеру на объект кстати кто пропустил релиз данного стабилизатора мы записали на него обзор и ссылочку оставляем в описании а дальше компания джай не удержалась и выпустила три офигительных новинки с перерывом всего в неделю и так давайте на них тоже посмотрим первый из новинок вышел ronin 4d стабилизатор с камерой для профессиональной съемки как говорят видеографы это революционная камера которая займет почетное место на съемочной площадке камера выпускается в двух видах с разрешением 6 и 8 к стабилизированный 4-х осьевой подвес ну с тремя осями понятно а вот четвертая ось сглаживает движение при ходьбе встроенные фильтры съемные объективы 3d фокусировка актив трек управление фокусировкой и многое другое уверен новинка найдет обязательно своего потребителя далее компания представила новенькую экшен камеру экшен 2 джай решил отойти от привычных форматов экшен камер форм-фактор gopro новая камера теперь модульная состоит из двух модулей камеры и модуль с экраном и батареей и второй вариант модуль камеры и модуль с аккумулятором и картридером появились некоторые интересные режимы такие как горизонт стади камера снимает 4к 60 кадров в секунду или 4к 120 кадров в секунду в режиме слоу-мо модуль с камерой довольно легкий что делает его удобным для установки на fpv дрон также мы сняли обзор на данную камеру и ссылочка все там же внизу а мы продолжаем и вот спустя три года после выхода мавик 2 наконец-то выходят долгожданный всеми дрон мавик 3 и вот тут началось что-то невероятное дрон ждали многие но как оказалось момент релиза часть функционала в дроне не была реализована и стала доступна после обновления и цена мягко говоря кусается а вот по характеристикам тут уж придраться не к чему камера Hasselblad 4 3 снимает 5 1к 50 кадров в секунду или 4к 120 кадров в секунду фото 20 мегапикселей да что там одна камера диджане мелочится и поставил сразу две одна для качественной съемки а вторая больше подойдет для разведывательных и поисковых работ и имеет 28-кратный гибридный зум и это ли не здорово поднял дрон поснимал красоту и заодно нашел рыбные места датчики со всех сторон и матричное видение позволяет видеть окружающее пространство на дистанции до 200 метров что позволяет использовать продвинутую систему автопилота и облета препятствий укусин к 3 плюс позволяет передавать видео еще более плавно с разрешением 1080p 60 кадров в секунду и максимальная заявленная дальность может достигать 15 километров понятное дело что в россии дальность будет около 6 8 километров но все равно показатели очень неплохие а также что интересно в одном из наших предыдущих выпусках новостей мы рассказывали о том что у диджай есть 4g модуль для этого дрона но к сожалению пока никакой официальной информации по этому поводу нет поэтому будем ждать как только что-то появится мы обязательно вам сообщим а вот специальная версия mavic 3 sign уже будет интересно профессиональным кинематографом дрон версии sign оснащен ssd диском в 1 терабайт и позволяет записывать raw формат если версия sign имеет комплекте пульт rc pro который внешне похож на старый смарт-контроллер но имеет более мощный процессор и поддержку новых протоколов частности окусим 3 плюс на данный момент пульт поддерживает только mavic 3 но со временем надеемся выйдет поддержка и других дронных диджай так как пульт удобный имеет яркий экран обзор на mavic 3 мы снимали еще до релиза ссылочку также на него оставляем в описании но самое интересное видео которое нам удалось в этом году снять это была официальная презентация mavic 3 в россии который вел станислав васильев там он рассказал абсолютно все аспекты по этому дрону которые интересны будущим его владельцам и на этом мы завершаем главу о диджай дронах но сейчас мы расскажем о тех дронах которые выпустили другие производители и они не менее интересны компании диджай уже неоднократно пытались подвинуть пьедестала и с выходом новинок говорили то что вышел очередной убийца mavic в апреле 2020 года компания hotel robotex представила свой дрон hotel evo 2 pro и он кстати довольно неплохо саша из нашей команды даже сравнивал его камеру с камерой x5s и inspire 2 мы снимали большой обзор в двух частях кто не видел ссылочка также будет в описании а вот в этом году hotel анонсировал сразу две новинки evo nano и evo light hotel nano это полноценный конкурент мини 2 сверхлегкий дрон весом 249 грамм но с возможностью записи 4k hdr видео 48 мегапиксельными фото передними датчиками и временем полета до 28 минут а также умными полетами режима dynamic track rocket orbit и другие hotel plus это аналога r2s с дюймовой матрицей записью видео 6к 30 кадров в секунду dynamic track визуальными датчиками и 40 минут полетного времени посмотрим как будет развиваться ситуация при выходе моделей hotel диджей также на рынок может выпустить свои новинки и конкурентная борьба продолжится а мы с вами продолжаем наш выпуск и переходим к fpv дрона и пиви направлении в этом году стало особенно популярным потому что кадры которые можно получить от перед рона просто нереально и многие люди захотели летать также вполне себе очевидный факт очень маленькое количество людей могут сами себе собрать fpv комплект и вот как раз для таких потребителей бета fpv стали выпускать готовый набор компания бета fpv ранее представила модели вуп стартер и вуп адванс кит готовы к полету набора включающие себя дрон пульт очки аккумулятора и зарядное устройство но в двадцать первом году компания решила не стоять на месте и выпустила еще более продвинутой модели cetus и cetus pro для тех кто не в курсе поясним тени вуп это компактный дрон обычно размером до 85 миллиметров между моторами такой дрон позволяет летать в узком пространстве вокруг предметов машин и людей он довольно безопасный и на таких дронах часто устраивают соревнования например в барах или кафе в прошлом году мы также организовывали подобное соревнование ссылочку оставляем в описании новые комплекты cetus и cetus pro как ранее поставляются полностью готовы к полету в комплекте дрон пульт очки и шлем аккумулятор и зарядное устройство все это в компактном кейсе все настроенные готовы к полету встроенные датчики в том числе новый датчик optical flow и лазерный измеритель позволяя зависать если пилот отпустит стики пульт кстати можно подключать симулятору и тренироваться в полетах виртуально из минусов можно сказать что камера на дроне не пишущая и поэтому все ваши полеты записать к сожалению не получится если ты все еще здесь мы очень удивлены что досмотрел до этого момента но ты сделал правильно посмотри еще немножко и ты узнаешь как выиграть такой комплект также бета fpv анонсировала очень крутые новинки пава 30 и пава 360 для тех кто успел потренироваться на дронах начального уровня cetus можно перейти к следующему шагу полетов на квадрокоптерах побольше пава 30 либо пава 360 кстати удобная штука покупаете для обучения набор cetus и как получили первый опыт покупайте пава с аналоговым видеопередатчиком и приемником of sky связывайте их с вашим пультом и шлемом и можете летать пава 30 уже дрон не тени вуп а синий вуп он как и младший брат имеет защиту пропеллеров но более мощную силовую установку и моторы что позволяет установить на него камеру и снимать вот такие потрясающие кадры внутри помещений пава 30 это новая концепция трехдюймового дрона построена на силовой установке толкающего типа на примере новой модели с обновленной системой питания бета fpv стал лучше по производительности полетному времени и мощности он достаточно мощный способен нести на борту экшен камеру смо 4к либо любой другой аналог в накид формате и при этом выполняет все фигуры fpv пилотажа а также готов справиться и с полноразмерной gopro но уже в более спокойных режимах пилотирования а что касается пава 360 это новейшее поколение дронов для камер 360 это первый дрон который поставляется шасси защищающим объектив камеры когда квадрокоптер приземляется на поверхность что дает пава 360 возможность приземляться абсолютно где угодно данный дрон создан исключительно для камеры смо 360 также не стоит забывать про новинки от компании айфлайт протек 25 и 35 которые тоже наделали много шума данный дрона имеет эксклюзивный дизайн а также отличные летные и грузоподъемные характеристики протек 25 в основном необходим для использования экшен камер типа naked либо инстагол но в то же время он способен тянуть и полноразмерный камер gopro но в таком режиме полетное время существенно сократится для того чтобы свободно летать с такими камерами как gopro или action 2 есть протек 35 увеличенная рама больше размера пропеллеров а также более мощные двигатели типа размера 2205 под 4 и 6s аккумулятор они обеспечивают отличные характеристики для съемок крутых футажей эти дроны реально очень крутые и заслуживают внимание и теперь переходим к компании диатон которая нас порадовала очень крутыми фристайл и лонгрейдж квадрокоптерами диатон в этом году порадовал своих поклонников целая линейка дронов рома практически на любой вкус начиная от самого маленького рома f1 с пропеллерами всего 16 дюйма и заканчивая рома f7 который предназначен под батарея 6s и пропеллера 7 дюймов абсолютно каждый дрон из этой линейки уникален самой популярной моделью стал рома f5 это классический 5-дюймовый дрон для фристайла объединяющий в себе прочную красивую раму надежную силовую установку а также качественный полетный контроль не стоит забывать о линейке рома эль так как не диатон собрал дроны типа long range рассчитаны под долгие дальние полеты они получили легкие рамы эффективные моторы которые потребляют мало энергии полетный контроллер all-in-one в котором все компоненты расположены на одной плате что способствует малому весу и gps с помощью которого дрон может летать в автоматических режимах и возвращаться домой учитывая все преимущества данных дронов они вышли с очень гуманной ценой что делает их особенно привлекательными обязательно обратите на них внимание это очень крутые продукты от компании диатон также от многих производителей вышли очень крутые железяки который позволяет нашим а перед роном летать дальше речь пойдет про лрс для тех кто еще не запомнился аббревиатуры из мира fpv поясню лрс это long range system система дальнобойной связи до 2021 года одной из самых популярных лрс систем был crossfire от tbs это действительно одна из лучших систем и по сей день но 2021 году многие производители компонентов для fpv тоже решили не отставать и запустили свои версии лрс такие как happy model и beta fpv данный лрс безусловно заслуживают внимание если актуальна данная тема обязательно отмечайся в комментариях мы будем знать что данная тема тебе интересно и будем выпускать ролики на эту тему в том числе а мы поехали дальше итак мы с вами поговорили о новинках которые летают а сейчас переходим к новинкам которые плавают под водой в этом году от компании чайзинг инновейшн вышло сразу две новинки чайзинг м2 pro и gladius mini s чайзинг м2 pro профессиональный подводный дрон с возможностью погружения до 150 метров более мощные моторы увеличенный аккумулятор возможность управления дроном через консоль возможность передачи питания по кабелю рукой манипулятором с возможностью сбора проб грунта предыдущая модель дрона м2 прошлом году помогла сотрудникам greenpeace россия в изучении катастрофы на камчатке а новая модель м2 pro помогает в изучении арктики таких проектах как чистая арктика и теперь gladius mini s самый популярный подводный дрон и чайзинг это gladius mini в этом году его обновили и добавили то о чем долго просили пользователи а именно съемную micro sd карту возможность установки руки манипулятора и новый пульт передачи сигнала по кабелю для более устойчивого соединения и по-прежнему это надежный и легкий дрон для погружения до 100 метров с камерой 4k уже второй год мы находимся под к видными ограничениями но к счастью нам это не помешало поучаствовать очень крутых мероприятий одно из таких мероприятий под названием небо теория практика это очень крутой семейный фестиваль обо всем что летает мы очень надеемся что в 2022 году данное мероприятие опять состоится и мы будем ждать вас наших клиентов и зрителей на данном фестивале еще один крутой фестиваль под названием фото видео fest данный фестиваль мы посетили в этом году аж два раза но происходит он не только в москве а также по другим городам россии если ты из другого города напиши об этом в комментариях возможно случится так что мы пойдем в твой город следующем году еще одно мероприятие в котором мы поучаствовали это был дайв шоу там выставлялись нашими подводными дронами на самом деле выставка очень интересная в следующем году она также состоится приходите на нее посмотрите все сами вживую в этом году мы провели официальную презентацию mavic 3 но из-за ковидных ограничений нам пришлось ее перенести аж в калужскую область но презентация вышла реально крутой полное видео с презентацией у нас также будет в описании под этим видео ну и для самых терпеливых кто досмотрел данное видео до конца начинается самая интересная часть мы наконец-то приступаем к розыгрышу cetus для того чтобы поучаствовать данном розыгрыше нужно быть подписан на наш канал обязательно поставить лайкос этому видео и оставить комментарий розыгрыш состоится 12 января в нашем инстаграм канале на этой прекрасной ночи мы завершаем наше видео я от лица компании коптер тайм хочу вас поздравить с наступающим новым годом пожелать счастья здоровья и всего самого наилучшего берегите себя и свои дроны и до встречи в следующем 2022 году всем пока